Девочка-пай 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 Поэтому они просто хотят. И я началась с именой счастьем. Потому что, смотрите, это очень любимая фикция, очень seguивая. Но не только в Италии. Я обнаружил, что, на пунктах, на пунктах, на пунктах, миллионы пунктов, телеспондентов, в целом мире. Потому что они также поездки, поэтому итальянцы на пунктах. И, конечно, на пунктах. Я могу сказать, что это было огромное удовлетворение. Но ты помнишься на первый день, когда ты приехал? Да, это история. Я, конечно, я приехала в Италии, я приехала всегда... Препаратистая. Препаратистая, я была всякая, я была очень точная. И я помню, что мы были готовы, чтобы гирать. И, конечно, и другие терины, которые, скажем, историки, которые, 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 которые не проходят весь день в пунктах, и, конечно, по-другому, не были почти готовы, и, конечно, у нас были эти фоги, они часто читали, но мы узнали, что мне нужны, как мы воспитываем. И я, сбалордина, но, 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 я так молился, но я, так, во-первых, я очень молилась. ты должен быть очень готовым, это не может быть плохой, потому что они очень молодые, они очень хорошие, они 26 лет, которые фиссы, они 26 лет, и они очень тяжелые, в общем, нужно идти в путье, но во время того, что ты делаешь это другое, и ты делаешь это 30 лет, потому что в 2023, в этом году, в 30 лет, не скажем, твоя этапа, Потому что ты сказал матурит, и этот термин был хорошо. Какая большая радость у тебя с этим работой, если у тебя есть римпианта, и, особенно, когда ты наступаешься на сцену, у тебя есть какое-то римпианта? Ну, римпианта и риморси не у меня, просто потому что, как я сказал, я просто говорю о том, что я получил то, что я получил то, что я получил. Поэтому, если у меня у меня нет, то это не было правильное. Это не было правильное, это не было правильное, не было правильное. Я не могла бы идти в той же направлении. Поэтому, ну, римпианта и риморси не у меня. Я всегда ждала на следующем опыте, всегда с счастьем. Но, не все, я очень рад от того, что я сегодня. Ритис карамантики, действительно, не у меня. Я знаю, что, что это не так, что, но я не знаю, что… Римпианта и я. То, что я не хочу делать. Я пытаюсь делать мои римпианы физические римпиане, эсерцизи дела поцелу, и, соответственно, что-то, что-то, что-то профессионалы, какие-то, что-то я делаю, но я пытаюсь спрятать, что-то я делаю. Но, я не думаю, что-то, я не думаю. всегда твоя жизнь. Ты будешь сын артист, потому что ваш сын Винцензо был художником, поэтому ты вырос в тени, пенели, цветов, цветов. Твой зион Никодем был художником, и он тоже твой сын Ремо. Ты понял, что он не был портал для художника. Когда ты понял, ты пробовал его? И как они получили свои родители? Потому что часто родители хотят что родители делают то же самое? Ну а, отлично, моя семья есть пьяная из пятых, особенно у Си, в секунду, не только у них, но есть еще и другие, но у меня есть пьяная из пятых. Я была шкапа тотальная в пище, я уже вслышал почти и буду не заработать полетом. Я не знаю, что я сразу обнаружила. По поводу, в институте, в 15-16 годах, я была девочка, я обнаружила эту пассию для речения. И я понял, что у меня была артистка в меня, и она была в моей арте, но в другую форму. Мой папа не хотела бы сделать артистку, в реальности. Он не хотела. Он не хочет. Он очень прагматичный человек. Так что, даже если он очень художник, он решил сделать «Гроссиста» и «Жойлерия». Он делает «Жойлерия» до 73, всегда. Он очень прагматичный, очень конкретный человек. Он любит артистку, но обе обе обе. Он «Не видит у меня в жизни». Он не видит у него работа. Но не единственное. Знаете, что мне часто говорят «вот работа»? Я говорю «вот работа». «Все, но работа». «Все, что работа». «Все, что работа». «Потрасти вы отвечать?» «Да, я вам скажу, что работа». «Все, что работа». А артия из-за всех сторон, и даже, несмотря на все-таки, удастся трудно жить в арте в Италии. Это противно, я думаю. Почему это, по-настоящему? Потому что это еще не было сделано как право и право? Нет, я не могу объяснить эту историю, но я знаю, что многие коллеги трудно жить в этом работе. Я не могу работать продолжительностью. Есть периоды в которых я работаю меньше, я больше в доме, я больше в доме, я больше с моим ребенком, мне очень полезно. И, конечно, я делаю еще одно, потому что у меня есть большая пассета, это гемология. И, конечно, я делаю еще одно в моей жизни. Инфиций, вы решили эту историю, потому что ты видел что-то, что ты видел в твоем роде. В твоем роде, это гемология, ты, 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 ты. Гемология И что делает гемология? Ну, есть учебные курсы, учебные учебные учебники, которые были известны на уровне интернета. Я, например, учебно-каку, Гемология, учебный учебник, что это американский учебник, и мы говорим, что это больше аккредитов в мире, потому что он создает классификация «Диаманты». И поэтому он является известным учебникомом, как один из учебных учебников. И, смотрите, это моя пассионная, мне очень нравится, потому что я родилась в мире, потому что папа, как ты сказал, что я родилась в мире, и я родилась в мире. Но мне всегда понравилось, но не очень, как и на самом деле, потому что я не знаю, как и на самом деле, campo, но более того, чтобы понять из-за чего происходят, из-за чего происходят, из-за чего происходят, из-за чего происходят из-за чего происходят. Я очень интересна, поэтому я занимаюсь этот институтом, я дипломат, я гемолога, и каждый год я делаю мои курсы специализации, потому что, мне кажется, не закончится никогда. Мне нужно всегда форматься, как и в центре лечения. Я еще сегодня делаю мои курсы, мои мастеры, мои курсы динамирования, я думаю, что все должны, мы не можем остановиться, потому что кто-то будет остановиться. И что ты представляешь, что ты представляешь? Я не знаю, что я никогда не думал. Я спрашиваю, что это самое важное, самое важное, самое важное, и мне больше вопросов. Что я представляю? Может быть, это Александрит. Что это означает? Что это означает? Это петля феноменская, которая имеет двух цветов, красный рубин и красный смералду. Как это? Может быть, это, потому что зависит от того, что светит, которая имеет другой цвет. Если светит, она имеет цвета, если светит, она имеет другой цвет. Но вот, может быть, это... Ты мне спросишь, почему? Это было бы не спросить. Это еще одна вопрос сложная. Я думаю, что... О, Господи, все, у них есть библиотеки. Доктор, Джекель и Мистер Айв. 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 что тогда был сделан из Луи Ги Чаварелли. Он был первым, который сказал мне, что ты такой бессы на полкосцене. Ты такой, что ты такой, что ты такой, а ты такой, что ты такой, и он сказал мне, прежде чем я. И, в некотором смысле, тогда я начал строить, постоянно, тасселло за тасселло, студию за студию. И потом я всегда специализировал, изучал, изучал, понимал. И я прошел 30 лет. Ты вели 30 лет. Ты вели definя, потому что я летал, ты вели definя, как женщина дали милые велики, дали милые велики, луно-нессуно-центу-миле в Пиранделло. Арте, театро, ТВ, что это больше ты представляешь? И когда ты велишь великий театр, а также ТВ? Горда, во-первых, я хочу поблагодарить кто-то сказал так, потому что я хочу сказать, что это очень красиво. Абсолютно. Как всегда, я надеюсь, что это будет иметь. Но, да, это интересно. Я думаю, я хочу definить меня в любом случае. Может, вот, мы решаем, вы видите, потом речь идет о знаке, о петре я выбрала. Я думаю, что это будет иметь все эти вещи, и я думаю, что это будет иметь все эти вещи. Я не знаю, что это будет иметь. и я люблю свою жену, и я люблю свою жену. Я думаю, что я имею в виду, 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 что я имею в виду. И теперь, когда она приехала, она у меня ремпировала жизнь и в сердце. Поэтому я счастлива быть мамой. Могли, да два месяца. Да недавно. Я считаю, что я имею в виду, что я имею в виду. И поэтому, да, я еще не люблю его. Но я еще не люблю его, потому что когда я говорю, я говорю, что он еще мой парень. Но я думаю, я думаю, что я находился правильным человеком. И ты тоже тоже, ты поддерживаешь, ты поддерживаешь, что это важно? Это важно. Как я поддерживаю, он поддерживает меня. Я думаю, что в отношениях, чтобы быть дуратурой, чтобы снять свои основы, каждый должен поддерживать друг друга, в своих мечтах, в своих проектах. Несколько между, если учитывая, что он ошибается, но, конечно, это делать. Я думаю, что, также он у него, как мы, конечно. А также. Венедита – Венедита, к слову, авария. Мне сказали, что — «Теста дура», «чури кладо», «коре grande», «не стадура» уже видно, 14 месяцев, но уже с того, что он. Да, 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 да. Allora, la prima volta che abbiamo pensato a questo progetto, io e il mio collega, nonché regista dello spettacolo Mario Massari, ci trovavamo subito dopo il lockdown, dopo il covid, e abbiamo pensato, ci siamo trovati su un punto fondamentale, scegliamo uno spettacolo che faccia ridere. Perché forse uscivamo da un periodo così difficile che volevamo ridere noi e far ridere le persone. E abbiamo iniziato a, così a cercare un copione che ci interessasse. E abbiamo iniziato a provare, abbiamo scelto coppia, coppia aperta, quasi spalancata, di Dario Fo e Francarama e due mostri. E quando abbiamo iniziato a studiare il testo, a provare, io sono rimasta incinta. E quindi provavo con questo pancione. Non ho resistito, non ho resistito, no, no. E quindi mia figlia ha già iniziato ad assaporare l'arte, grazie a me, veniva sul laboratorio, veniva con me a provare. E questo è un testo molto bello, Monica. Perché? Perché è vero che fa ridere, però è anche vero che fa riflettere. Tutte le volte che finiamo una replica, abbiamo così il piacere di colloquiare col pubblico che ci viene a salutare, a fare i complimenti e vengono a parlare. E ogni volta sento un punto di vista diverso e ogni volta mi arricchisco un po' di più. Fa riflettere questo spettacolo, perché comunque la storia è forse una delle più semplici. Una storia di una coppia, appunto, sposata da più di 24 anni, con un figlio di 24 anni. E lui, il marito, comincia a perdere così interesse per la moglie e quindi comincia a cercare altrove, esatto, e a farsi, diciamo così, altre storie con altre donne. Lei ovviamente all'inizio cerca il suicidio diverse volte e nella, vedi, nella tragicità, Franca Rama, intelligentissima, ha trovato anche la parte comica di una tragedia. E riesce a far ridere questa cosa, questi suoi tentativi di suicidio. Poi che succede? Che lei improvvisamente dice basta e si cerca un uomo, se lo trova. Inizia a fare la stessa cosa. Un giovane, un professore di fisica, un rocchettaro, anche così un genio del nucleare, insomma. E il marito cosa fa a quel punto? Rivuole quello che è suo. Che poi è una cosa che succede nella vita di solito, è proprio così. Ecco, se tu ci pensi, è vero che questa è una commedia, però quante di queste storie poi vanno a finire male? Sì, sì, sì. Se tu ci pensi, tutti quei casi di femminicidio purtroppo sono un po' questo, no? Quando l'uomo perde il controllo della propria donna, allora... Vuole il possesso. Esatto. Tant'è vero che lei, Antonia, nello spettacolo lo dice, dice proprio questa frase, dice quanti anni sono che non sai nemmeno se sono viva o morta, bionda o bruna, no? Adesso perché c'è l'atomico, il pericolo atomico dei day after, adesso tu vuoi rientrare in possesso di quello che è tuo per legge. Se fosse per te mi marchieresti il sedere con le tue iniziali proprietà privata come una manza. Ecco, proprietà privata, questo è il discorso. Ecco perché dà spunti di riflessione. Dario Fo e Franca Rame lo fanno così ridendo, facendo ride, strappando una risata, buttandola un po' sulla commedia. Però in realtà l'argomento è molto interessante, un'opera scritta nell'80, ma attualissima. Che ti fa pensare anche quanto è vicina a quelle storie più tragiche che poi finiscono male, no? Ma invece Silvia quanto è difficile interpretare, entrare in un personaggio che non è tuo o che è tanto lontano da te? E chi è Ines a un posto al sole? Ines è così, giusto? Sì, allora Ines è la mamma di un ragazzino molto problematico che ha subito atti di bullismo e reagisce male a questi atti, non parlandone con nessuno, non cercando un aiuto dai genitori, dalla madre esterno, ma piuttosto inizia una vendetta contro i compagni, quindi organizzando delle sfide online molto pericolose. Allora, la mamma vive un senso di colpa, non sapendo cosa succede al figlio, lo trova problematico, lo trova scostante, perché il ragazzo gli risponde sempre male, la isola, no? Non le permette di entrare. Lei però, essendo una lavoratrice, si sente in, così, un po', sente questo senso di responsabilità, si sente in colpa, il senso di colpa dei genitori oggi, quanto è, anche questo è molto attuale se ci pensi, no? Queste madri, questi genitori che devono lavorare molto, le mamme magari sono un po' meno presenti perché devono lavorare, quindi perdono un po' il controllo sui figli e quindi il senso di colpa di trovarli, poi di ritrovarseli improvvisamente problematici senza capire cosa, come gestire il problema. Forse, ecco, Ines non mi somiglia per, forse in un aspetto, che lei accetta l'aggressività del figlio, quindi ne è un po' succube, se vogliamo, un po' rimissiva. Io magari, ecco, sono un po' più dinamica, un po' più ferma. Quindi non ti rappresenta in questo. No, in questo no. La difficoltà di, tu mi chiedevi, la difficoltà di intraprendere ruoli tanto diversi, in realtà sono molto interessanti, sono una sfida. Tanto più sono distanti da me e dal mio carattere, tanto più mi interessano perché proprio mi metto in gioco, proprio studio, cerco delle soluzioni per essere credibile in quei ruoli. Ecco, sono stimolanti. Silvia, io ti ringrazio ancora perché siamo arrivati alla fine. Ti auguro di mantenere questa grinta, questo entusiasmo, questa solarità e questa umiltà. Ti auguro di realizzare tutti i tuoi sogni e chiudi a modo tuo. Innanzitutto io ti ringrazio, Monica, per avermi invitato e ti ringrazio per avermi... Guarda, sono volati questi 25 minuti, veramente abbiamo parlato. Non ci conoscevamo prima, ma mi sembra di averti conosciuto già da tempo. Sono stata benissimo e niente, ti ringrazio per aver permesso di farmi conoscere un po' di più al pubblico. Grazie a te Silvia e grazie a tutti per averci seguito. Grazie a te Silvia e grazie a tutti. Grazie a te Silvia e grazie a tutti.